Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас снова данные от Kickstarter, краудфандинг проектов 2009 по 2016 года. В этот раз мы будем обсуждать, как работает дизайнер дашборда. Использует палитру богатых всевозможных инструментов, заменяет их с текстами, картинками и настройками интерактивности. До сегодняшнего дня мы строили только визуальные элементы дашборда, поэтому сегодня будет задание довольно необычное, не похоже на предыдущие дни. Сегодня мы будем строить полноценный дашборд, состоящий из нескольких визуальных элементов. Давайте приступим к этому. Переходим в табло. Показывать, как подключаться к источнику данных я не буду, поскольку я уже делал это несколько раз в прошлых видео. Давайте построим... Нам предлагается построить несколько визуализаций. Карта, скатерплот, горизонтальный барчарт, быстрый фильтр. И после этого настроить это для различных устройств. Давайте начнем с карты. Назовем наш лист Map. Очень рекомендую всегда называть понятными названиями не просто лист 1, лист 2. Потому что, ну, когда у вас всего там 3-4 листа, то построить дашборд не составляет проблема. Однако, когда у вас там 5-6 дашбордов, на каждом из которых по 5-6 филиризаций, вы начнете путаться. Это будет просто гарантированно. Проверено на своем опте. Давайте просто нажимаем по 2 раза на широту и долготу. У нас появляются карты. Попоказатель и USD плачет, раскрасив все необходимые области. Ну, поскольку нам пока ничего раскрашивать, поскольку я не добавил ни этого геоэлемента. Добавляем страну. И, вуаля, у нас получилось то, что мы хотели. Сразу же добавим линейный график с двумя осями в tooltip, чтобы было поудобнее пользоваться. Давайте его так назовем. Давайте построим изменения goal и pledged с dual axis и добавим допустим запуск проекта. Скажем, не по годам, а можно по кварталам. Но я же все-таки предпочитаю, пусть будет по годам. Так будет удобнее смотреть. Теперь добавляем его в tooltip. Нажимаем на кнопку tooltip на карте. Перемещаем ползунок немножко пониже. Выбираем кнопку insert, wordsheets, graph, photo tip. С учетом необходимых фильтров у нас будет все необходимое добавляться. И, как вы видите, изменения довольно очевидны и понятны. только давайте настроим так, чтобы график полностью выводился, чтобы можно было все необходимо увидеть. следующий этап. scatterplot опять-таки те же самые оси goal и pledged. детализация у нас будет по каждому проекту. Детализация у нас будет по каждому проекту. Размер у нас будет в зависимости от привлеченных средств. а цвет давайте мы добавим статус проекта. И, естественно, сразу же сделаем логарифмические оси для того, чтобы можно было нормально пользоваться. Относительно того, что у нас есть. Ну, зато сразу выделяется определенная класса. То есть, например, если давайте поменяемость в тайме goal и pledged. Так будет более очевидно. то есть, если мы хотели управлять 100 тысяч, мы привлекли больше, то с большой вероятностью этот проект был успешен. Сразу выделяется определенное количество проектов, которые имели какие-то необычайно большие цифры. В tooltip можно добавить всю необходимую информацию о том, что мы хотим увидеть. Давайте так и сделаем. Пусть у нас будет дата запуска проекта, дедлайн проекта, валюта, страну и категорию. Давайте добавим страну и категорию. Ну, теперь при сновидении у нас должна высвечиваться очень подробная информация о каждом проекте. Айди, он был успешен в категории продукт дизайн, в долларах собиралась это все дело чуть больше месяца. хотел оправлечь пятьсот тысяч долларов, было привлечено более двадцати миллионов. В таком формате. Давайте назовем это скейтер плот. следующий этап. После этого предлагается добавить горизонтальный бар чарт по полю main категории. среднее в котором будут содержаться такие понятия как среднее значение use the pledge на проект, среднее значение спонсоров и после этого можно добавить будет спорклайны давайте сделаем горизонтальный бар чарт по полю main категории по двум по двум мерам среднее значение use the pledged только добавим его так что мы будем считать среднее и среднее значение спонсоров average backers при желании можно настроить все что необходимо но я пока не буду демонстрировать поскольку это занимает довольно много времени давайте переименуем пар чарт следующий этап нужно добавить линейные графики при помощи контейнера major values то есть у нас большое количество проектов у нас будет 4 меры количество проектов срок жизни проекта процент сбора фондов на проекте средняя сумма на спонсора у нас отсутствует несколько мер то есть 3 из 4 давайте добавим первую это срок жизни проекта так project length давайте считать ее в днях то есть это будет deaddiv day ну то есть будем считать срок жизни проекта в днях launched и deadline мы посчитали этот показатель следующий это процент сбора фондов который будет считаться как соотношение pledged поделенный на гол то есть довольно удобный формат и еще один это средняя сумма на спонсора спонсора sum for sponsor давайте его добавим usd pledged поделить на сумму количество спонсоров теперь мы можем создать новый лист назовем его sparklines теперь давайте добавим sparkline просто нажмем на measure values и уберем то что нас не очень интересует пусть это будет убираем used pledged просто pledged набор фраканс нам нужно срок жизни проекта нам тоже нужен гол нам тоже не очень нужен и количество спонсоров нас тоже не очень интересует только у нас будет средняя длина проекта и давайте сделаем так чтобы все они изменялись например в рамках годов и после этого мы можем продемонстрировать необходимые нам результаты у нас будет арифмическая шкала таким образом чтобы мы смогли увидеть какие-то различные шкалы у нас будет результаты результаты можно выводить такие результаты для каждого проекта но это будет не очень читабельно теперь мы можем собирать дашборд нажимаем на 4 квадратика давайте назовем его Kickstarter я как правило выбираю сразу floating формат для того чтобы было бы намного удобнее пользоваться что я могу сразу менять размер формат и то как это все выглядит давайте сверху добавим различные графики начнем со scatterplot посчитает добавит так состояние мы добавим сюда и при этом не будем показывать название поскольку в общем то и так все бросается в глаза размер не имеет особого смысла оставлять это поле то есть следующий этап давайте только пошире сделаем чтобы слева была возможность добавить фильтр теперь теперь осталось добавить карту ее можно убрать название и usd pledge нам придется оставить так вот так вот в таком формате остался еще бар чарт и sparkline бар чарт сюда и на самом деле можно сделать немножко по другому уменьшим чуть-чуть размер карты и бар чарт тоже уберем название и добавим вот таким образом с той целью чтобы сверху над всеми необходимыми для нас результатами были результирующие показатели и добавим последний пусть это будет sparkline и осталось добавить нам предлагается добавить быстрый фильтр для статуса проекта давайте так и сделаем добавим статус проекта можем зайти в любой из них добавить фильтр и выбрать статус можем растянуть на самом деле лучше добавить просто несколько фильтров пусть у нас будет только выбор одного списка тогда мы можем удалить список вот здесь и пользоваться тем чтобы было все намного удобней только давайте сделаем чтобы это был дропдаун чтобы мы могли выбирать что для нас необходимо выбрать такие проекты и все в таком формате конечно же очень желательно настроить чтобы все было достаточно красиво и удобно но это уже дело следующее в табло есть функция отработки того чтобы можно было перенастроить посмотреть как будет выглядеть данный дашборд для различных устройств сейчас у нас для для десктопного браузера с размером 1800 пикселей если мы возьмем автоматически то он скорее всего на весь экран это сделает и станет даже намного удобнее смотреть и более приятнее глазу также мы можем выбрать еще телефон и как видите мы видим что если мы нажмем на девайс превью то мы можем видеть что на самом деле у нас все довольно считабельно даже в таком формате остается только состояние перевести наверх и в целом все никаких проблем уже здесь не будет можно поменять модель можно выбрать другой формат и все в таком формате всем спасибо за внимание за внимание и по все в и об вот десант 我 его не это в на я